Девушка, здравствуйте! Добрый день! У нас тут такая непонятная ситуация получилась. Просто мне теща решила, потому что мне подзарить, и последние 200 рублей потратила не на чем продукт. Понимаете, она вот купила шампанское, хотя я его вообще не пью никогда. Значит, банку кильки, которая тоже никогда не пью, я люблю Сайру. И коробку консерв. Понимаете, у меня она сгущен в калюрке. Девушка, могли бы вы поменять все мои... Лишь мотова? Извините, молодой человек, я, конечно, переживаю за вас, но что делать, продукты не меняют. Девушка, вы немножко не поняли меня. Значит, все, все, все продукты, они в цене упаковки, я эти столики не попробовал, даже капельку шампансовую не выпил. Я одну конфетку не скушал, я одну кильку не съел. Может, я тебя обвиняю? Извините, я не могу обвинять продукты. Я не знаю, вы, знаете, я другой считал. Давай все-таки позовем администратора. Извините, наверное, вам придется сейчас выступить роль администратора. Так, ситуацию вы видели. Ваш ответ. В данном случае продавец не прав. Так как он должен обвинять товар по закону прав потребителя. Нельзя обвинять документы и еще два таких вещей. Так как к этому списку это не относится. Происходят то питание, нужно было обвинять. Хорошо, спасибо, аплодисменты. Больше пришли. Следующая утешница под номером пять. Ольга Билейова. Магазин на разговор. Пожалуйста. Прошу показать. Ситуация под номером 6. Люд, слышь, Люд, я уже на третьем уровне, представляешь? Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. А можно вас на секундочку? Ну я работаю так-то. Ну, на одну секундочку. Ну хорошо, я вас слушаю. А скажите, пожалуйста, а какая у вас вкусная колбаска? Ой, ну я не вас умоляю, я что должна всю колбасу попробовать, что ли, мужчина? Ну, тогда, а какая у вас есть вот, ну, дешевая и на без жира хотя бы что-то была? Ой, я вас умоляю, ну какая может быть колбаса дешевая и без жира, она вся из мяса? Ну, а вот котику вот за 142, вот эта молочная, она подойдет, не отравится? Я так думаю, что котику вашему подойдет. Тогда можно вот эту вот колбаски, пожалуйста, к вам съездите, будьте любезны. А можно вас попросить тогда, ну что, котика сразу же накормить, можете ломочками нарезать, будьте любезны. Может еще кубиками нарезать. Кубиками, а что вы мне хамите, гражданка? Кто хамит, кто хамит, я, между прочим, вот в этом году прямо лучший продавец, самый вежливый в нашем магазине. Ну, давайте-ка поговорим. Администратора, что ли? Ой, сразу администратора. А администратора в этом магазине звали Ольга Бобусинета, пожалуйста, поддерживай все вместе. Администратора. Так что продавец не прав, а покупатель всегда прав. Большое спасибо, Лидия. Я прошу наших помощников на свободе из стола. Все взоры направлены в жюри. Итак, я прошу выставить акценки. Участницы под номером один. Юлия Ивебина, торговая Сенькировский. Пять, четыре, 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 четыре. Участница под номером два. Наталья Круглина, Мираж продукта. Четыре, 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 четыре. Участница под номером три. Наталья Субочева, экспресс. Три, 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 три. Участница под номером четыре. Екатерина Комкина. Наш выбор. Три, 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 три. Ольга Беляева, магазин «Гараж Парфенов». Пять, четыре, четыре. Пять, пять. Большое спасибо.